А где твой телефон, Полин? А мужик, его кто-то украл? Так, стоп. А где мой телефон? Молодые люди, не могли бы посмотреть в рюкзаках? Может быть, телефон Полины у вас? А я ничего не буду вам выкладывать. И что вы думаете? Она его съела. Бедный поросенок. Он же еще совсем ребенок. Как так? Она же играла с ним. Да шучу я. На 101 день эта японка показала. Жест здоров ее поросенок. Я сначала тоже думала, что, как. Хайпанула это, конечно, девушка. Все, наверное, за ней следили и ее поросенком. Покажу вам этого поросенка. Поржете с него. Давай. 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 Пока ты ищешь, я сама быстрее найду. Как его там? Кальвин? Кальвин. А где твой телефон, Полина? Может, ты его дома забыла? Ты что? Он у меня был, когда я в школе была. Получше поищи карманы и шопер проверь. Девочки, неужели я его где-то оставила? Позвоните ко мне. Я сейчас позвоню. Гудки идут. Но никто не отвечает. Ты что-то в футболе-то и заинтересовался. Да я не знаю. Ты смотрел вчера матч? Круто забили, да? Ага. Четко так. На 13-й минуте. Я вообще думал, что у них ничего не получится. Давай после уроков на нашем дворе футбол погоняем. А, давай. Я сейчас в чат напишу. Может, из пацанов кто-то еще будет. Да может, ты его в школу касаешься? Да я говорю, ты его в столовой не оставляла? Да нет, я утром заходила в ТикТок видео выкладывать одно. А, звонили на него? Влад, да я прям смотрю, ты мистер очевидность. Конечно, звонили. И? Никто не ответил. А, тогда точно потерялся. Влад, да ты прям этот, Шерлок Холл. Полин, давай мы в столовку сгоняем, поищем там. Спасибо, Влад. Посмотри, пожалуйста. Пошли. Добрый день, ребята. А что случилось? Юлия Викторовна, да мы не можем найти Полине на телефон. Она уже всю сумку облазила, ничего нет. Давно ищите? Да после уроков заметила, что нет его. А может, его кто-то украл? Не знаю. Луиза, можно я позвоню своим родителям с твоего телефона? Да, конечно, держи. Так, ребята, запишите домашнее задание с доски. Вот. И Полина, не переживай, я думаю, твой телефон найдется. Родители уже наверняка нашли его по приложению. Спасибо, Юлия Викторовна. Полина, не переживай, найдется твой телефон. Полина, если ты не найдешь телефон, то ты в полицию будешь звонить? Не знаю, как родители скажут. Ну, конечно, если телефон у парня, надо в полицию звонить. Все это знают, даже дети. Ага, у моего брата украли телефон полгода назад, заявили в полицию, до сих пор не нашли. Девочки, не нагнетайте обстановку, Полина и так расстроена. Вот именно. Сейчас я позвоню твоим родителям, может быть, они уже нашли, где он потерялся. Так, стоп. А где мой телефон? Юлия Викторовна, вы тоже потеряли телефон? Полина, я, кажется, знаю, где надо искать твой айфон. А мой? Юлия Викторовна, телефон забыли в учительской. Толик какой-то раз пять вам звонил. Фух, хотя бы один телефон нашелся. А он побежал по полю, отдал пас назад, тот его принял и потом... Молодые люди, не могли бы вы посмотреть в рюкзаках, может быть, телефон Полины у вас? Да нет, мы не брали. Ну так покажи, что там у тебя лежит, раз не брали. Вообще-то, обыски незаконны. Вы что, нас подозреваете? Мы должны проверить все варианты. А девчонки показывали свои сумки? Нет, но я могу показать, у меня только мои вещи. О, паспорт. Пожалуйста, смотрите, просто сигнал с телефона привел нас сюда. У меня совесть чиста, обидно, что вы нам не доверяете. Вот, смотрите. А я ничего не буду вам выкладывать. В смысле? Потому что это меня унижает. Я никогда и ни перед кем не выворачивал карманы. И перед вами не стану. Так, Влад, ты сейчас сам на себя наводишь подозрения. Напомню тебе, что когда-то давно ты был игроманом, и вдруг ты снова погрязся в этом. Да уж, Полина, сочувствую тебе, подруга. Сегодня он твой телефон свистнул, а завтра тени с помадами продаст. Чё, совсем уже? Тени с помадами? Нате, смотрите. Влад, ты ничего не хочешь нам объяснить? Да я сам в шоке. Влад, как ты мог? Да не брал я. Ну я же говорила. Ещё скажи, что тебе его подбросили. Конечно, подбросили. Я даже хотел помочь его найти. Полина, не верим. Ты специально делал вид, что ищешь. И кому ты предлагаешь не верить? Мы всё видели своими глазами. Да я правда не брал. Как ты мог? Да мы всё это время вместе были, и твой телефон, Полина, даже не видели. Влад, я обязана поставить в известность директора и вызвать твоих родителей в школу. Влад, ну украл ты телефон. И что дальше? Ты хотела его продать? Да не воровал я! Я в шоке. Ужас, это теперь ничего в классе оставлять нельзя. Да-да. Я же вам говорила, бедная Полинка. К сожалению, доказательства налицо. Маш, ну и что мы будем делать? Ну, я так подумала, что-то я начинаю сомневаться. Как это? Ну ты же сама всё видела. Ну ты видела его реакцию? Так воры себя не ведут. А ты что, знаешь, как воры себя ведут? Слушай, ну вот смотри, сегодня же нас было мало в классе, и мы всегда были с Полиной. Да, а Диана не помогала. Вот. А ты видела реакцию её, когда у Влада телефон нашли? Честно говоря, я даже не обратила внимания. Странно это как-то всё. Мне кажется, она вообще вначале обрадовалась. Только нафига ей это вообще? Я поняла. Она хочет, чтобы Полина и Влад поссорились. Они так уже друг с другом не разговаривают. Она добилась своего. Юлия Викторовна, у нас есть предположение, кто это сделал. Мы думаем, это Диана подбросила телефон Владу. Он сам этого не делал. Мы с директором разберёмся. Вы лучше не вмешивайтесь. А мы что, своё мнение сказать не можем? Она, наверное, это сделала, чтобы расссорить Полину и Влада. Как думаете? А это интересно. Итак, Влад, в 12 часов состоится встреча у директора. Тебя и Полину ждёт очная ставка. Какая ещё очная ставка? В глаза будешь Полине смотреть и объяснять, зачем телефон украл. Администрация школы всё никак не выделит средства на камеры. Так бы мы давно разобрались с этой пропажей. Знаете, мне главное, что телефон нашёлся. Не важно, как он пропал. Иногда, Полина, человека могут посадить в тюрьму за преступление, которое он не совершал. А что, если это всё-таки Влад? Да не брал я его. Сколько раз можно повторять? Зачем ты это сделала? Что сделала? Это ты всё подстроила? Я ничего не... Ну что, ну что ты мямлишь? Я понимаю, что у тебя остались чувств по кладу, но это уже переходят все границы. У тебя вообще совесть есть? Диана! Я хотела, чтобы они поссорились, и она, чтобы с ним больше не общалась, и разочаровалась по нему. Диана, зачем ты так сделала? Я не знаю, что до меня нашло. Полина... Диана, ты же знаешь, что это низко. Диана, ты должна побыть одна и подумать над своим поведением. Диана, ты же знаешь, что ты 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 знаешь, что Продолжение следует...